друзья всем привет меня зовут олеся и вы forest home совсем недавно я посетила выставку клинок и со многими из вас познакомилась и многие из вас спрашивали про фронтальные ножи что-то я показала но к сожалению весь магазин мы не смогли перевести в москву так что покажу вам побольше фронтальных ножей чтобы было из чего выбрать начнем с heretic knifes модель colossus обычно эта модель сложности у новичков не вызывает потому что здесь насечка очень ухватистая и закрывать открывать нож не составляет труда тем не менее для новичков этот нож возможно слишком крут потому что клинок изготовлен из магнокат наверное сейчас самая популярная порошковая сталь на рукояти алюминий и материал типа трактек очень шершавый такой на ощупь и в то же время мне кажется он хорошо играет на дизайн также нож оснащен вот такой мощной клипсой возможно некоторые еще не знают что же это за бренд такой heretic knifes я вам скажу что это бренд сына энтони морфиона который основал микротек и вот его сын запустил свой собственный бренд со своим видением фронтальных ножей ну и какой разговор про фронталки без микротек возможно вы думали что я сейчас покажу их самую популярную модель ультра тек но нет я взяла модель гера мне она гораздо больше нравится потому что здесь механика полегче ну и вид у нее поинтереснее опять же на мой вкус здесь клинок изготовлен из м390 на рукояти алюминий и обратите внимание на ее текстуру они назвали это фрэг что переводится как граната и нож получился очень злым и хищным в том числе благодаря серрейтеру также обратите внимание на клипсу с другой стороны она выглядит очень нетривиально и это одна из главных фишек ножа сравним его с более безобидной моделью это utx 85 по сути тот же ультра тек но уменьшенная версия здесь по материалам то же самое м390 и алюминий механика тоже хорошая и как показал мой опыт у многих людей не получается открывать и закрывать тугие фронталки из-за того что они это делают не совсем правильно вы просто пытаетесь пальцем вести вверх или вниз а нужно все-таки использовать поверхность ближе к ногтю и немного больше выжимать палец вниз а не только из стороны в сторону и тогда все обязательно получится также скажу что как возможно многие из вас заметили этот you text 85 это не просто такой симпатичный ножик а он сделан по мотивам звездных войн здесь мы видим эмблему галактической республики отсылка к звездным войнам и также сам дизайн вдохновлен броней штурмовика следующий нож это кершу life wire более бюджетная автоматическая фронталка тоже невероятно высокого качества клинок в форме спирпойнт изготовлен из стали магнокат рукоятка алюминиевая когда-то мы вам уже показывали данную модель с синей рукоятью сейчас пришли вот такие серые и мне кажется что они выглядят более серьезно но здесь опять же на вкус и цвет рукоять уже отсылает какой-то эргономики потому что здесь можно увидеть гладкие линии подпальцевых выемок так что лежит в руке он хорошо также механика более легкая чему предыдущих ножей оснащен клипсой от этого же бренда есть гораздо более бюджетная фронталка но дело в том что это конечно фронталка но не автоматическая здесь вот такой вот слайдер и вам придется самому выдвигать клинок тем не менее нельзя назвать его не фронтальным конкретно эта модель изготовлена в китае предыдущая америка и здесь конечно спрос поменьше клинок изготовлен из 8 chrome 13 молибден банадий на рукояти термопластик но тоже есть удобные подпальцевые выемки целом это неплохой рабочий ножик с полу серрейтором и несмотря на то что это не автомат он тоже весьма фиджетабельный то есть приятно двигать этот слайдер помимо прочего есть клипса и также открывалка для бутылок и забыла сказать что он называется интерстеллар правда если честно я не понимаю почему идем дальше shootout от benchmark эта модель есть в разных исполнениях с разными цветами но я традиционно люблю белые рукоятки клинок из крувер принципе характеристики у стали потрясающие единственная она подвержена коррозии тем не менее здесь есть специальное покрытие я думаю что он не будет у вас ржаветь на рукояти граевари тем не менее он не ощущается как граевари на cold steel очень легкий нож на рукояти как будто бы пластик и ощущается этот нож просто как какая-то залипательная игрушка не уверена что всем зайдет но если вам такое нравится то шутаут для вас наверное все нажиманы слышали про гравитационные ножи рейд экза но не могу не показать новое исполнение с вот такими плашками из джи маску со здесь мы видим переплетение черного и красного g10 вместе с клинком типа танта выглядит очень здорово также на рукояти титан сталь l max на всякий случай расскажу как же пользоваться этим ножом как его открывать и закрывать здесь мы видим кнопочку предохранителя сдвигаем и видим расстегнутый замочек это значит что мы можем сложить нож также разложить можно зафиксировать как в открытом положении чтобы он не складывался так и закрытом положении чтобы он случайно у вас не открылся где-нибудь в кармане также радует что рейд сделали этому ножу клипсу у многих моделей ранее не было клипсы и они поставлялись вместе с чехлами которые как мне кажется не так удобно и на эдисе как клипса которую можно просто зацепить за карман если вы хотите спросить а чё так дорого то я вам покажу более бюджетные модели от бренда стилклоу это аргон и криптон клинки изготовлены из стали d2 на рукоятях алюминия и лично меня очень радует что стилкло сделали самостоятельный дизайн в принципе это даже ни на что не похоже механика вполне себе плавная и приятная оснащены стеклобоем клипсой которая кстати тоже не самое тривиальное думаю что если вы хотите понять нужны ли вам более дорогие фронталки зайдет ли вам такой формат ножа в принципе можно попробовать но качество у них конечно же будет похуже чем у более именитых брендов кстати у нас в телеграме проходит розыгрыш вот такого потрясающего ножа этот телос от бренда сок вот в таком ярком исполнении условия элементарные нужно просто подписаться на наш телеграм-канал и нажать кнопочку участвовать в общем все подробности там ссылка на розыгрыш в описании а на этом все пишите в комментарии какие ножи вам понравились как вы вообще относитесь к фронталкам предпочитаете автоматические или может быть гравитационные или мануальные в описании найдете все что я сегодня показывала а также кстати у нас есть прикольные стойки для ножей которые мы тоже продаем в описании будет скидка 10 процентов на некоторые бренды с вами была олеся пока